Всем привет! Привет служб безопасности, ФСБ, КГБ, кто там еще за мной следит? Это жизнь с Альтером в погоне за счастьем. Хороший старт дал, не сбрасывай скорость, ты на пути к победе, еще осталось малость, поставив себе цель, будь уверен в твоей силах, все мысли проще, разбери в своих сомнениях, не теряй веры и терпения, надежды, и живи своей мечтой, тогда сможешь до нее дойти. Веселенькая неделя получилась, так как я каждое утро просыпался от звонков с работы, с коллег, они там просили меня скрыть видео, там, я не знаю, удалить и так далее, в общем. Кто не в курсе вообще? Я записал песню, КГБТО, она в итоге выстрелила, здорово так пошумело, ее разместили в НКВК, обо мне написали на бизнес онлайн, проказан.ру, меня пригласил в эфир снимать сюжет, но почему-то они как-то слились, типа, ну много съемок нас и так далее. Может вам просто запрещено об этом говорить? Диэфэм меня приглашали, тоже что-то замолчали. Самая главная встреча была с ребятами из Казани, с девушкой Анастасией Аксеновой, очень крутая встреча получилась, обо всем узнаете со временем, но в общем я сейчас спокоен, я рад и я думаю то, что у меня получится осуществить план на 2018 год. Вот, но об этом позже, о клипе. Клип начал набирать просмотры, там уже доходило до 4 тысяч, ну 4 300 там было, в общем, на момент удаления этого видео. Удалил я, потому что меня попросил друг, который принял в этом участие, чтобы у него не было проблем, чтобы он дальше спокойно работал, его там не увольняли и так далее. Я просто по его просьбе удалил это видео. Плевать. Плевать. Вот просто плевать было на все эти просмотры. Я, если честно, не думал то, что это видео так выстрелит. Я не думал то, что это такую шумиху наведет. Мне было плевать совершенно на все эти комментарии. Кто думал то, что там меня уволили с химией. Меня не увольняли с химией. По строчке типа поймали бухим, можно подумать, что я вообще был, ну, вообще вот в умат, в хламину пьяный, но нет. У меня был просто, ну, остаточный запах перегар. Меня попросили уволиться. Я уволился, и поэтому мне легко было устроиться в Таиф. Я так думаю. Не надо было заострять внимание на 50 тысячах. Мысль вообще была другая. Я не говорил там всем валить с Таифа. Я говорил это людям, которые чувствуют, что это не их, что они, вот, если они не получают удовольствие от работы, если она не приносит им удовольствие. Ну, вы поняли. Некоторые люди начали говорить обо мне негативно. То есть коллеги, с которыми я работал, типа, как я вообще так мог сделать? Вот я дебил там, ну, без мата буду говорить. Вообще, что я хочу сказать насчет ошибок. Человек, неважно, взрослый, молодой, начальник или работник, он совершал ошибки. И могли пострадать люди. Но даже ему могут пойти навстречу, могли пойти навстречу, и в итоге у него сейчас все нормально. А у кого-то ненормально. И я думаю, он понял, о ком я говорю. В итоге я в черном списке, везде, и человек меня просто знать не хочет. Все, по поводу этой истории, все. Я больше ничего не буду говорить, достаточно. Смотрим выпуск. Дорогой. Че, сфоткаемся в этой хуйни? Вызли этой херни. Лег сегодня первый раз идет на выборы. Тебе сегодня подарок подарили? Взял паспорт? Да, принес. Сыску первый раз. Я иду первый раз на выборы. Мне дадут подарок. Главное, чтобы ты паспорт взял, а то тебе не поверят. Скажут, нет, разворачивайтесь. Че я хотел сказать. Раньше, если я ходил на выборы, то просто сливал голоса там, перечеркивал всяких кандидатов и так далее, а то сейчас я уже иду, знаю то, что, ну, за кого я проголосую. Как бы... За Бузову? Какую Бузову? Собчак. А, да. Все это бесполезно, но голос все-таки я свой оставлю. Это наша родная с Лехой школа, 28-ая. И сколько лет уже, все так же, даже с та же самая плитка. Где мы оставлюсь в волосы? Я знаю. Я сделал свой выбор, но по-любому результаты будут совершенно другие. И я знаю почему. Потому что миссия невыполнена у человека. Давай. Только хорошо подумай. Я же слишком ответственна для меня. Все, все, давай. А как же... Типа голодом, все. Мы сделали свой выбор. Будущее России в наших руках. Я чувствую то, что проголосовал за правильного чувака. За Собчак он есть, что проголосит. Сегодня, в воскресенье, не только выборы 2018, но и встреча блогеров нижнекамских. Вот Алексей, один из популярных блогеров. Вы можете знать его по моим влогам. Видели его стопудово. Помните чувака, который ногу раздоробил? Во втором сезоне. Сейчас, короче, мы поедем в ковер. Мал, да, да. Сейчас, короче, мы поедем в ковер. И обсудим кое-какую тему с блогерами нижнекам. Алексей, ты герой второго выпуска «Жизнь с альтером». Первым был Влад. Ты скажи мне, ты дрочишь? Что я себе так стесняюсь это сказать? Я сегодня раздаю орешки. Ну, просто такие маленькие радости. Крепких яиц тебе не хватает. Пошел на выборы, продажный блогер. Что? Что ты говоришь такое? Годный контент. Ну что, где годный контент? Так, 15 мая здесь будут известны результаты, получу я грин-карту или нет. Если я не получаю грин-карту, я оформляю просто визу туристическую и еду сначала, наверное, в Корее, а потом в Америку. Либо наоборот. Ну, нелегалом, короче, да? Не, легалом, но остаюсь там нелегалом. Это Айдар. Айрат. Ой, Айрат, блядь, да. Это татарские имена. Давай за мной. Это Айрат. Ты сейчас занимаешься... В основном камеры делаю. На песни всякие. Что ты расслабилась? Что ты расслабилась? Ну, давайте еще кто-нибудь. Гоните. Гоните, гоните. 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 Сглобите меня полностью. Вы публичные личности должны думать о том, что вы пишете, говорите, размещаете видео, думать о последствиях и так далее. Ну, ты вообще ничего не делаешь. Потому что я если что-то делаю, то делаю в других странах. Публичные личности всегда несут ответственность за то, что они говорят и пишут. Потому что с них могут брать пример. Это раз. Это может подставить каких-то людей. Это два. В нашем маленьком Нижнекамске все очень быстро распространяется. Не нужно, в общем, следить за базаром. Горел. А-а-а. А-а-а. А, я знаю что. Давайте вот у нас есть там 20 минут. А дайте просто ради прикола какой-нибудь этот придумал. Маленький байн. Смешно. Короче, решили попробовать снять бань с блогерами. Обсуждаем все. Я записываю идеи. Возможно, что это получится. Стыдно, я в телефоне следить. В твоем? Да, в моем. Я посмотрел твой блог. Смешно вроде. Те не плохое. Эта песня? Да. Заебись, как я угадал. Вау, вот это переход будет. Ну я вспомнил. Вау, вот это переход будет. В общем, ждите видос в скором времени. Алексей. Скоро представит супер крутой байн. Давай, шутку. Шутку дня. Ты не знал? Нет, ты должен сказать, ты фигур. Ага, ты фигур. Еду я сегодня, в общем, с 30. Потому что, посмотрите, вот на это, вот на это. Это все дело надо оформить. А оформляюсь я в Лутай-студию. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой вот я красавчик Спасибо Сегодня мы идем на КВН Будем болеть за челнинскую команду Команда КВН Марат Сегодня весело будет, нет? Я не знаю, я только пришел Сегодня будет смешно, так же, как в прошлый раз В прошлый раз было смешно Ни хига себе Я просто, что нужно делать? Жри Бубин Если прям так сильно надо Теперь В вас обоих живет музыка Это извините Это все чушь Мы никогда не учимся петь Зато мы научимся читать рэп Правильно, ведь рэп Это не песня Это рэп Мне кажется, мне вообще будет не смешно Ну там будут смешные команды Ну, короче, если бы другие команды не приехали Было бы не смешно А так они приезжают И все тут разорвут нахер Ты мне что ли? Не-не-не, не верь Это ты мне что ли? Не-не-не, не верь Слышь, ты че, это ты мне сказал? Блин, когда ты щит уже бальку дашь? Девочки, которые Марат Да, вот они будут у них там весело Короче, смотри Я гарантирую то, что мы возьмем кубок А потом, если мы возьмем кубок Смотри, вставишь там, где мы кубок взяли И все А если нет, вообще бы нахер Ничего не выставляй Пацанам, которым не повезло, посвящается Так, мы посмотрим сейчас гримерки фуенщиков Где фрукты? Вот Привет Можно я все это покажу? Вот такой вот Что-то происходит здесь Так, мимичка Тысики, тысики Ты, ну хватит! Вина, хватит, Анина, не за что хватать Ты все, не возьмешь лучшую актрису, нет? Не знаю Давай уже Ты, блин, самая крутая Ты че врешь-то? Че серьезно тебе говорят? Поплю, поплю, скажи Тут, 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 тут Вот не надо Не надо Ладно, вот этого Котик, зайка, рыбка Вот не надо Не надо Ладно, я в Томпином зоопарке работаю Мне вот так вот это хватает Вот не надо Не надо Вот это Пришел, увидел, полюбил Вот не надо Вот не надо Если я знаю Я девушка объективная Вот не надо Вот не надо Вот это Вот на актрису Ты похожа Ангел упал с ними Это тебе перешел пахнет Вот не надо Здравствуй, опять ты Здравствуй Опять я Плохой блогер А ты уже примерно знаешь, за кого болеть будешь? А кто выступает? Команда КВН Марат Вот за них Болей за них Все, понял? Все куплено, в общем Девчонки меня подкупили Я вот сейчас всем советую за них болеть Не, нам в администрации просто так сказали Сразу и на выборы за кого голосовать И на КВН за кого голосовать То есть у нас надо все вперед Растись Продажные, подвластные, блогеры За кого болеть, все они голосуют Голосуют Пуф, тст, пуф, тст, пуф Из НКС на память Как все люди чувствуют, когда ты подходишь Это ужасно близко Отвратительно выглядит За команду КВН Марат А, три метра Команда КВН Марат Все за них, блин Не, ну может быть, я не знаю Я просто хотел смотреть Ну ладно Казань, Гелауга и Набережные Челны Друзья, давайте мы игроком по лакеру Будем поддерживать все команды Как много народу Почему? Че почему? Ой, девочки Как так? Да че почему? Голосовать Ну че тебе не понравилось? Нет, мне понравилось, мне все просто понравилось Ну вот Представляете, еду в маршрутке, отдам петку И главная женщина мне в лицо сумкой Тыча-ты-тыча Тыча-ты-тыча Ну-ка Кого? Чего? Зачем? Почему? Отдайся там мужик Он прям подай лепский Он прям подай лепский Ну и все, он такой И вот так Ну ладно, девчонки Пока Пока Общий Общий Всем общий Вот давай, конечно, снимай Прощай Вот и не надо Все Здравствуйте Здравствуйте Девочек крутая Девочка Актриса Пока Пока Да В день Давайте 300 рублей, кстати Вот 300 рублей Мэр нам подогнал за Продажный? Настолько продажный блогер Я вообще продолжаю Check it out Продолжение следует